Дома и стены помогают. В этом сезоне хоккейный клуб «Саров» ни разу не проиграл на своей арене. Все матчи заканчивались в пользу наших хоккеистов. В минувшие выходные в Ледовом дворце «Саров» скрестил клюшки с командой «Торпеда» из Лыскова. На лёд со стороны противника вышел знакомый многим борельщикам игрок Игорь Сиротинин. Он играл за нашу команду в высшей лиге 2002-2004 годах. И очень здесь хорошая была дружная команда. Самые тёплые воспоминания. Всех помню. Вижу с того же тренера Сергея Макеевича. Он же был в этой команде. Очень тепло. Всегда вспоминаю эти времена. Потому что действительно жили с семьёй и дружно очень играли. Я думаю, неплохо. С каждой игрой первенства в высшей лиге градус напряжения только растёт. Для «Сарова» матч был принципиальным. В случае проигрыша команда лишилась бы ценных очков и отстала от лидеров турнирной таблицы. В первом периоде счёт открыл «Саров», отправив две шайбы в ворота противника. До конца периода «Торпеда» так и не смог отыграться. Стартовый натиск. У «Саров» конечно было преимущество очень большое в первом периоде. И хорошо, что мы глотнули только два, а не больше. Но где-то со второго периода уже игра так более-менее выровнялась. Стала атака туда, атака сюда. Но по счёту они молодцы. Они реализовали. Но сдаваться противник был не намерен. На первых минутах второго периода шайба была в наших воротах. К середине счёт сравняли 3-3. За секунду до конца периода гол забил Денис Китаев. И снова «Саров» уходит на перерыв с победным счётом. Переломить ход игры команда «Торпеда» не смогла и в последнем периоде. «Саров» снова победил на своём льду. Финальный счёт игры – 5-4. Установка, как обычно, тем более с таким соперником, поплотнее, пожёстче, больше навязывать борьбу, её не проигрывать, цепляться за свои моменты, попадать, забивать и сзади строго играть. Где-то получилось, где-то не очень получилось. Но вот, слава Богу, всё. Удача сложилась для нас сегодня. Сейчас «Саров» занимает вторую строку турнирной таблицы. В следующие выходные наши хоккеисты проведут игру на выезде с командой из Княгинина.